Сергей Анатольевич, вот интересно, остались ли еще факты из истории университета, способные по-доброму удивить не только наших зрителей, но и студентов, и даже ваших коллег-преподавателей? Я не знаю, насколько они будут интересны для телезрителей, но несколько фактов могу указать. К примеру, хорошо известно, что Владимир Алексеевич Белый, первый ректор университета как университета, он затем впоследствии был ректором Белорусского государственного университета. Но оказывается, и первый директор Гомельского педагогического института Иван Федотович Ермаков тоже в свое время после работы в нашем университете был направлен ректором Белорусского государственного университета на работу. То есть Гомель всегда был хорошей школой кадров? Я думаю, что да, потому что следующий факт, например, несколько лет назад из семи высших учебных заведений Гомельской области пять возглавляли выпускники нашего университета. То есть это, например, я, Юрий Иванович Кулаженко, ректор Белгута, Сергей Иванович Тимошин, ректор технического университета, кроме этого еще украинец, был ректором института МЧС, и Валетов, ректор Мозовского государственного педагогического университета. То есть это подтверждает то, что наш университет все время являлся кузницей кадров. Кроме этого, не знаю, интересно это или нет, но мой предшественник, Александр Владимирович Рогачев, в 2004 году, когда стал ректором, он проводил инвентаризацию и с удивлением обнаружил, что у нас числится на балансе лошадь в университете. Вот это да. Да, да. Он тоже удивился, но когда углубились в историю, ну у нас есть учебно-научная база Чонки, в урочище Чонки расположена, поэтому углубились в историю, оказалось, наши преподаватели, студенты во время войны обратились к командующему фронтом Рокоссовскому Константину Константиновичу с просьбой помочь в организации восстановления работы пединститута. И действительно, Рокоссовский выделил три автомашины и пять лошадей с упряжью и повозками. Я думаю, одна из этих лошадей до 2004 года, она точно была на балансе университета. С тех пор, конечно, многое изменилось уже. Во всяком случае, лошадей у нас нет. Сергей Анатольевич, а как готовились к 90-летию университета и что вы как ректор считаете главным подарком в этот юбилейный год? Ну, главным подарком, я думаю, следует считать то, что вот 30 июня мы вручили 1708 дипломов первой и второй ступени образования. Из них 220 дипломов студентам-иностранцам. Я думаю, это один из важнейших подарков. На государственных наград удостоены семь представителей нашего университета. Это медали за трудовые заслуги, медаль Франциска Схарина, звание заслуженных деятелей науки. Буквально вот 2 июля, накануне для независимости, Александр Николаевич Скиба получил один из наших известных математиков. Известный не только в Беларуси, а во всем мире. У него очень высокий индекс цитирования, огромное число публикаций в престижных международных журналах. Тезис «Первый университет региона» обязывает и сегодня держать марку. Ну, согласен с вами. Мы стараемся не отставать и от наших предшественников, и в чем-то их пытаться опередить. Говоря про будущее университета, как, оставаясь вузом классическим, быть практически всегда современным? Наши студенты и побеждают в конкурсе и 100 идей для Беларуси, отличную проводят стартап-школу ГГУ, разрабатывают мобильные приложения. То есть, мне кажется, вот именно доверие молодежи, оно позволяет университету оставаться современным. В этом году к привычному волнению вступительной гонке переживаний добавила пандемия. Как перестроились в этой связи и ваши коллеги из приемной комиссии и сами абитуриенты? Перестроились в соответствии с рекомендациями Министерства образования. У нас уменьшено число абитуриентов, которые одновременно сдают централизованное тестирование. То есть, сейчас все абитуриенты располагаются по одному за партой с соблюдением социальной дистанции. Им рекомендовало приходить в защитных масках. Соответственно, члены комиссии также соблюдают все необходимые требования. Но кроме этого, я уже упоминал, наши студенты вместе с преподавателями, под руководством опытных преподавателей, они разработали специальное мобильное приложение, разработали специальный сайт, личный кабинет абитуриента ГГУ, по которому можно с минимальным контактированием направить все свои документы, фотографию, копию паспорта, копию сертификатов тестирования, копию аттестата, отсканировать, сфотографировать и даже не приходя в университет, направить это все в приемную комиссию. Можно это делать даже в несколько этапов. Сейчас это можно делать, а когда получите сертификаты, добавить еще оценки по сертификатам. И о результатах можно будет узнать, в том числе онлайн в этом кабинете. Совершенно верно. И не только о результатах. Можно будет отслеживать, как много на вашу специальность, как много подано документов, на каком вы уровне находитесь. Потому что после того, как оценки по сертификатам и средний балл аттестата будет известен, вы можете увидеть, на каком месте примерно вы находитесь. Поступаете вы, проходите на бюджет, не проходите. Ну а все равно, в соответствии с нормативными требованиями, там расписаться где-то придется. Но у нас разработано, как в банках, электронная очередь. Пожалуйста, талон заказывайте, время указывайте. И буквально в течение нескольких минут вы сможете подать документы в приемную комиссию. То есть можно сказать, что пандемия в том числе ускорила процессы осовременивания. Я думаю, вы правы. И опять же, это возвращает к тезису о том, что надо доверять молодежи. Потому что надо откровенно сказать, что некоторые наши преподаватели до пандемии думали, что Zoom, Jitsi и Discord это клички собак. Выяснилось, что это платформы коммуникационных технологий, которые позволяют проводить лекционные, семинарские и другие занятия. И вот наши студенты, им еще раз большая благодарность, потому что они помогли и в том числе и преподавателям быстро освоить вот эти технологии. И в завершение, буквально коротко, Сергей Анатольевич, какие специальности сегодня пользуются больше всего спросом? Какие из них вы бы назвали профессиями будущего? Эти специальности не будут совпадать. Не знаю парадокс это, к сожалению. Потому что, например, анализ как раз ситуации после пандемии меня приводит к выводу, что все-таки, несмотря на то, что и электронная платформа, и дистанционная форма обучения, и онлайн, многие вещи можно решать без преподавателя. Все-таки это будет крайне сложно, если не невозможно. Поэтому одной из профессий будущего, все-таки, я считаю, преподаватель, учитель. Можно было бы сказать инженер, веб-дизайнер, хотя это тоже одна из профессий, очень перспективная. Но, тем не менее, вот без преподавателя даже обратная связь с нашими студентами говорит о том, что это намного облегчает процесс обучения и делает его намного более эффективным. Это первое. А по тем специальностям, которые сейчас пользуются популярностью, тут очень многое зависит от набора, от числа мест, которые мы выделяем на бюджетную форму обучения. К примеру, юридические специальности. У нас до 10 человек на место. Но это, с одной стороны, связано с популярностью этих специальностей, с другой стороны, потому что бюджетных мест выделяется всего 5. Поэтому 50 человек уже составляют значительный конкурс. Вот у нас наибольшие конкурсы на специальности юридического факультета, на психологию, иностранные языки, на специальности, связанные с информационно-коммуникационными технологиями. Ну, в этом году у нас 3 новых специальности, как раз прикладная математика, лингвистическое обеспечение коммуникаций на историческом факультете и лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций. И третья – это специальность на филологическом факультете, русский язык и литература, иностранный язык, английский. Могу анонсировать, что в следующем году мы планируем открыть, мы уже получили лицензию, откроем еще 2 специальности, белорусский язык с английским и русский язык с китайским языком. Отлично. Я уверен, многих заинтересовали. Очень надеюсь, что абитуриенты вашего университета выберут правильные специальности и дорогу в будущее. Уверен в этом и надеюсь. Спасибо за это интервью. Успехов в делах. До встречи в эфире. Спасибо вам.